привет уважаемые любители орду пилота сегодня вам расскажу как делать вот такое накладывать вот такое usd на ваше видео с курсовой камеры с gopro или другой не важно используя полетный контроллер с прошивкой орду пайлот я уже снимал подобное видео но с тех пор много воды утекло вышла прошивка 41 и кое-что в нем поменялось естественно вам потребуется скачать и установить программу dashware для этого нужно зайти на сайт dashware.net download и ставить тут галочки и download now скачиваете и устанавливаете устанавливается на в принципе элементарно далее 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 установили программу вам необходимо скачать профили индикаторы и дополнительные настройки я сделал свой форк на гитхабе в котором собственно выкладываю все свои наработки для версии 41 оригинальная то денька уже не обновлялась и товарищ не очень-то спешит обновлять хотя комит уже запушил вот поэтому качаем можно скачать прям все вот так вот жмете download zip и качается полностью архивчик и сейчас покажу куда что нужно расположить папки документы есть папочка dashware собственно нужно открыть от скачанной архивчик и отсюда необходимо орду павел 41 перри скопировать в папочку data profiles вот она поместился версию до 41 то есть м40 и старшую я уже не обновлял не поддерживаю и не буду с ней ничего делать поэтому обновляйтесь товар дупала там орду плей на 41 в примерах там все старое я ничего там не обновлял поэтому не имеет смысла пример какой-то скачивать далее я вот создал индикаторы поэтому их копируем в папочку гауджет и необходимо скопировать замещением вот этот файлик custom data types папочку settings да и заменяем его готово с этим покончено теперь далее необходимо сконвертировать логи скачаны с вашего приятного контроллера и преобразовать их формат который понятен программе dashware делается это следующим образом выпускается мишон пленнер так зажимаем сочетание клавиш control f и вылазить вспомогательная менюшка такая такая служебная тут есть кнопочка dashware который собственно и занимается конвертацией логов харду пилота формат dashware dashware и выбираем наш лог который нужно сконвертировать он запрашивает сообщение которые собственно хотим сконвертировать теперь он запрашивает собственно те сообщения которые мы хотим получить и тут необходимо сделать два файлика дело в том что когда параметров слишком много dashware сходит с ума на это я убил три или четыре вечера чтобы это выяснить что это косяк именно в dashware поэтому можете поставить лайк этому видео подписаться на канал и в папочке с dashware появляются конвертированный файлик поскольку этих файликов будет два необходимо его переименовать иначе при следующей конвертации он перезапишется я его ему даю имя вот такое вот сложное виде строки которые его конвертируем далее копирую вот эти строчки вот эти параметры снова нажимаю dashware снова убирают же файлик и вставляю вот эти вот параметры эти сообщения и получаю на выходе второй csv файлик которая переименовываю также чтоб не было понятно что к чему и того на выходе у меня получается два csv файлика которые которые я скормлю программе dashware на этом mission planner можно закрывать вам больше нам не понадобится запускаем dashware и создаем новый проект можно как-то обозвать но я оставлю по молчанию шаблоны никакой не указываю вы можете создать свой потом шаблон и сохранить его готова открылся пустой проект теперь необходимо загрузить видео нажимаем сюда плюсик и выбираем собственно вот этот видео эта запись с курсовой air юнитом далее необходимо давать оба наших дата файла видно что выбрался профиль ardupilot 4.1 все верно определился корректно снова нажимаю плюсик и выбираю второй лог готово далее еда на гаут что у бокс и кидаю вот этот мне нравится он сразу же под full hd разрешение 1920 на 1080 если запись будет другая там 720p или 2к то соответственно его придется смасштабировать под ваше разрешение так далее необходимо синхронизировать оба наших лога делаю это следующим образом я ищу момент запуска моторов все я услышал как запускаются моторы значит в это время начнет скакать ток повышается ток теперь я начинаю двигать лог вот этот ползунок и ищу когда начнет увеличиваться ток показания тока или можно на процент газа ориентироваться вот он процент газа 85 процентов значит это вот нужный момент хорошо теперь необходимо запомнить вот эти вот циферки 327 495 скопировать вы их не сможете но сможете подобрать вот этими кнопочками теперь я выбираю второй лог и мне необходимо задать смещение 3 сколько там было 327 495 я подбираю это смещение 327 495 вот более тонкое смещение можно подобрать вот этими кнопочками ну вот это пожалуй ближе будет и нажимаю галочку ставлю галочку sing sing виз видео забыл поставить галочку на первом логе нужно сделать то же самое sing виз видео в итоге два наших лога синхронизированы с одним видео и когда нажимаем воспроизведение то все данные синхронизированы и показываются далее какие еще у меня тут приборы используются в моем пресете так сказать использую такой индикатор компаса далее индикатор закрылок поскольку меня закрылки находятся на на пятом по моему канале то собственно на четвертом сервовыходе то соответственно и сигнал берется 4 сервовыхода если у вас там закрылки если у вас самолет закрылками вы хотите использовать этот прибор то вам необходимо гауч импус выбрать какой-то другой не серва 4 а какой-нибудь там серва 5 6 и так далее какой у вас используется для серв это вот особенности нюансом так список полетных режимов можно сюда кинуть можно его увеличить от масштабировать там как угодно так это предыдущий вариант мой это карта и индикатор скорости и направление ветра собственно вот они и все мои приборы которые я сам создал или отредактировал для того чтобы можно было наложить это наложить а такое графическое usd на видео с диджей и вперед юнитом поскольку диджей к сожалению не пишет никакой usd иногда хочется или самому посмотреть или кому-то продемонстрировать именно видео с какими-то полетными данными со скоростью стокопотреблением с эффективностью да кстати что вообще допилил и в отличие от оригинального проекта вот этого вот человека аж в у rzb урок какой-то там сложный такой ник во первых я добавил параметр distance from home его в оригинальном проекте не там далее добавил эффективность миллиампер частный километр далее я добавил температуру с регуляторов пил хели 32 и количество оборотов тоже сбил хели 32 регуляторов с телеметрии белхели 32 эти данные берутся пофиксил по моему и параметры раз и сайтом что на какую-то дичь выдавал не помню и пофиксил еще вот этот параметр flight total метров дело в том что он почему-то завышал показания в два раза также для того чтобы до швы быстрее работала но это предполагаю что она будет быстрее работать я выкинул все имперские величины то есть я все дюйма эти нафиг выкинул потому что мы в россии дюймы не используем то есть дюйма остались дюйма и футы остались только там где но они критически необходимы на все остальные дюйма я выкинул нафиг так меньше данных приходится программе дошло я конвертировать я предполагаю что она так будет работать быстрее и стабильнее когда вы разместили все приборы и довольны результатом можно ограничить диапазон экспортирования видео допустим то вначале просто я жду чуть там дергаю и нету смысла эти моменты экспортировать далее тоже там после приземления какое-то время он не лежал на самой на земле пока его не задезармил это же это видео не имеет смысла экспортировать поэтому я вот этими ползунками ограничиваю диапазон который будет экспортироваться и нажимаю файл create видео далее выбирается куда далее выбирается куда это будет экспортироваться и в каком формате энкодер там по-моему только один его нельзя выбрать качество авто можно поставить там сто процентов чтобы максимальном качестве битрейт по умолчанию нам 40 мегабит что в принципе выше крыши для full hd разрешения можно конечно извратиться поставить 100 мегабит но не будем делать делать и нажимаем креет видео и это видео рендерится рендерится очень долго видимо программа не оптимизирована но чтобы делать жду сейчас конечно его ждать не буду потому что займет на больше часа рендеринг на этом компьютере но суть я думаю вам понятно также хочу заметить что dash v не работает с видео без звука то есть если вы попытаетесь наложить телеметрию на запись допустим с очков диджай которые вроде как пишут видео без звука то у вас ничего не получится вам нужно будет сначала отдельно добавить какую-то аудиодорожку к этому видео и потом только импортировать в программу dash v ну и второй нюанс это с разбивкой вот этой большой строчки на несколько двух строчек я уже прокомментировал из-за слишком большого количества данных dash v сходит с ума и показания вот эти вот начинают скакать просто прыгать туда-сюда я уже говорил что потратил три или четыре вечера на поиски причин то есть это сначала думал что косяк мешан пленеры криво парсит он вот эти вот файлики все свешенные я и открывал эти файлики анализировал их там смотрел графики строил по ним чтобы понять скачут не скачут параметры добавлял сглаживание ничего не помогало потом он догадался разбить их на 2 на 2 части на 2 вот их файлика скормить их до швы и о чудо все заработало прекрасно надеюсь в этом видео я показал более полным более детально намного лучше чем в первом своем видео про до швы для арту пайлотом если это так ставь лайк подписывайся на канал пока пока